Дети Кэтлин Фолбик умирали совсем крошечными. Калеб в 19 дней от роду, Патрик, Сара и Элизабет в 8, 10 и 19 месяцев соответственно. Рождались они здоровыми, и причины их смерти были неясны. Кэтлин обвинили в самом страшном преступлении – в убийстве своих собственных детей. Сокрушенная потерями, Кэтлин не имела сил бороться с судом. Она лишь повторяла, что не убивала своих крошек. И очень просит разобраться в их страшной и загадочной гибели. Но к подозреваемым в убийстве матерям суд особенно суров. Да к тому же при обыске был найден личный дневник Кэтлин. Там были слова «Материнство мне дается тяжело». Эта фраза и стала поводом для обвинения. Правда, суд так толком и не установил, каким образом погибали дети. Но предположил, что, возможно, Кэтлин их душила каким-то изощренным способом. Пресса тут же поспешила присвоить женщине статус «самая страшная серийная убийца Австралии». А суд приговорил ее к 25 годам тюрьмы. Долгие годы она пыталась доказать невиновность. И лишь 20 лет спустя, в 2021 году, австралийские ученые потребовали еще раз пересмотреть дело Фолбик. Проведенная ими экспертиза показала, дети Кэтлин – носители генов с редкой мутацией, что может привести к внезапной остановке сердца. Наука доказала, Кэтлин сидит в тюрьме за преступления, которые не совершала. В июне 2023 года с нее полностью сняли обвинение. Она вышла, отсидев в тюрьме, 20 лет. Сейчас ей 55. Она пережила смерть всех своих детей. И почти полжизни носила клеймо убийцы. История этой женщины – одна из самых страшных ошибок правосудия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok